Всем большой привет и я очень рада встретиться с вами вновь. Сегодня я предлагаю вам поболтать на одну из любимейших женских тем, она касается ухода за волосами. В этом видео мне хочется рассказать о том, как я ухаживаю за своими волосами, какие мои любимые средства по уходу и для укладки, также вы узнаете о моих любимых инструментах для укладки, я расскажу вам историю своих волос, покажу много фотографий и также расскажу вам, почему 3 года назад я отрезала длинные волосы под каре. Самый важный, самый честный факт о моих волосах, это то, что все родственники по папиной линии являются обладателями роскошной шевелюры и мне посчастливилось войти в их число. Я действительно с детства привыкла к комплиментам моим волосам, моей косе толщиной в руку, но при этом я сама никогда не уделяла своим волосам какого-то особого внимания. И в нашей семье выстроился некий культ волосатости, который агитировала преимущественно моя бабуля. Ей посчастливилось выйти замуж за дедушку, обладателя густой и кудрявой шевелюры, и поэтому бабуле хотелось передать эту хорошую наследственность всем дальнейшим поколениям. Поэтому она мне и моим двоюродным сестрам всегда настоятельно советовала выйти замуж только за парней с густыми волнистыми волосами, и чтобы на баяне еще обязательно играли. Представляете, таких самородков! Теперь что касается непосредственно моих волос. Я родилась с длинными черными волосами, и в роддоме все обязательно у мамы спрашивали, какой национальности у вас папа, потому что ребенок был, ну, очень черный и очень волосатый. И к году у меня сформировались прям четкие кудряшки на голове. Но следуя вот той самой бредовой советской традиции бред детей на лысом один год, меня тоже побрили, и после этого мои волосы были не столь темными и не столь кудрявыми. То есть у меня были завитки, но это были уже не спиральки. И основательно структура моих волос сформировалась где-то к первому классу. И так осталось до сих пор. У меня густые, пористые волосы, слегка вьющиеся. Но вьются они совершенно по своему собственному настроению. У меня нет каких-то красивых четких локонов. Это просто вот какое-то безобразие на голове, которое мне постоянно приходится усмирять. Если у кого-то историю волос можно запечатлеть в трех томах, то у меня все ограничится совершенно небольшой заметкой в газете. Ранние школьные годы я, как и положено, ходила с косичкой с длинными волосами. В средних классах я выстригла себе чулку, как у Иден из Санта-Барбары. Помните, вот так вот надо было ее ставить? Ставили все, естественно, на сахар. Ну, где-то 90-х, вы помните. Затем девчонки начали уже экспериментировать с цветами, но меня мой цвет волос полностью устраивал, и я ходила вот просто как есть. И только потом, в 10-м классе, я резко изменила свой образ. Я подстригла длинные волосы в очень короткую стрижку, что называется, под мальчика. А причиной послужили мои тренировки. Я профессионально занималась каратэ, и мне было очень сложно справляться со своими густыми длинными волосами. У меня были сборы, несколько тренировок в день, нужно было постоянно мыть, сушить, вечером, например, опять бежать на тренировку, опять мыть. Я действительно с ними очень сильно мучилась. И в одночасье я подумала, а почему бы и нет? Пришла, постриглась, и, знаете, мне было очень хорошо с такой короткой стрижкой. И также в этот период я встретила своего будущего мужа. Он вспоминает ту стрижку и говорит, что это было очень что-то нестандартное, не банальное, и на... Он, кстати, меня встретил на улице, но я как-нибудь расскажу вам историю моего знакомства с ним. Так вот, он увидел меня на улице с этой короткой стрижкой, и я показалась ему очень неординарной девушкой. Так, 10-й, 11-й класс я проходила с короткой стрижкой, и уже на первом курсе института решила вновь отращивать длину, и так до конца и носила эти волосы длинными, пока не переехала сюда в Новосибирск в 2014 году и не отстригла всю длину под каре. Но причиной для моей резкой смены образа послужил стресс, переезд и гормональный сбой, который возник после отмены ОК. И вот сейчас уже 3 года я ношу каре, постригаю чуть короче, отращиваю чуть длиннее, в общем, вот в таком нахожусь постоянно в переменном состоянии, но все равно это все около стрижки каре. И заметила, что за последний, наверное, год, мне кажется, все подстриглись под каре в той или иной степени. Но на самом деле мне очень нравится на девушках эта стрижка, потому что текстуры волос у всех разные, цвет волос разный, и эта стрижка совершенно иначе смотрится на всех девушках. Мне очень нравится. Ведь что главное в этой стрижке, это то, чтобы волосы лежали, лежали красиво, объемно при желании, чтобы это можно было все убрать. Стрижка каре, она вообще одна из самых удобных, с ней можно играться, как вам только нравится. Главное, чтобы волосы хорошо лежали. И вот для того, чтобы мои волосы лежали хорошо, мне приходится жертвовать густотой. Я прихожу в салон, и мастер уже знает, как мне нужно их проредить. То есть мне где-то там поднимается волос, и прям лезвием или ножницами все это вот там срезается, для того, чтобы форма получилась красивая. Ну вот это вот, пожалуй, и вся история моих волос. Представляете, я к своим 34 годам ни разу в жизни не окрашивала волосы. Это мой натуральный цвет, и у меня даже не возникало никогда желания его поменять. Ну я думаю, что стану, конечно, окрашивать волосы, когда уже подкрадется ко мне седина. Будет честным, если я скажу о том, что даже если я буду пользоваться самым дешевым шампунем из Ашана, мои волосы все равно останутся густыми, объемными и блестящими. Это просто то, что дано мне природой. Но несмотря на это, как вы видите, мой арсенал по уходу за волосами весьма внушителен. И сейчас вы узнаете, почему я не могу обойтись без всех этих баночек. Для себя я уже давно поняла тот факт, что густые волосы это совершенно не равно красивые волосы. И то, что раньше я ходила вот с такой пушистой шевелюрой, вот с таким вот треугольником на голове, если волосы были распущены. Да, было видно, что волосы у девочки густые, но при этом какой-то красоты, какого-то лоска в них совершенно не было. Я, например, сейчас я сижу перед вами после укладки утюжком. То есть я высушила волосы естественным путем, а потом просто вытянула их при помощи утюжка. Естественно, мой объем ушел, но вот сейчас я покажу вам, как мои волосы выглядели без использования утюжка. Вот, пожалуйста. Вот такой вот пушистый одуванчик. В принципе, я наблюдаю, если просто вымою волосы и не буду использовать никакие средства для укладки. Главное, что мне всегда хотелось добавить своим волосам, это гладкости. Я думаю, что обладатели пористых волос меня сейчас поймут, потому что нам всегда хочется вот этой большей гладкости, вот этого глянца, чтобы волосы переливались. А, к сожалению, пористые волосы, они не столь блестящие, постоянно торчащие в разные стороны. Да, возможно, в этом есть некая прелесть. С ними можно создать разные объемные укладки. И вообще иногда это смотрится красиво, если у тебя при этом еще и локоны завиваются. Но когда это вот такой беспредел, как у меня, мне приходится с этим воевать, что я и делаю. К сожалению, многие забывают, ну, либо просто не знают, о том, что наши волосы это всего лишь роговой отмерший придаток кожи. Как бы вы ни старались нанести что-то очень дорогое и полезное на ваши волосы, это ни в коем мере не повлияет ни на их густоту, ни на их структуру. Потому что структура волос дается нам от природы, как и густота. Все, что вы можете сделать, это некий макияж своим волосам. Вот таким макияжем я занимаюсь, ну, практически каждый день. Все, что мне требуется, это хорошо очищать кожу головы, а уже все остальные средства являются просто тюнингом, просто теми продуктами, которые сделают мои волосы привлекательнее внешне. Но еще раз повторюсь, что на внутреннее состояние волос они, ну, никоим образом не повлияют. Как и отвары петрушки и дикого творога, как и луковая шелуха и белки, и вся эта ботаника, которую любят смешивать натуралисты у себя на голове. Не стоит верить в то, что ваши посеченные кончики склеит какая-то чудодейственная сыворотка, а какой-то шампунь настолько глубоко улажнит вашу кожу головы, там, до самого скальпа. Весь уход за волосами — это исключительно декоративная косметика, если так можно сказать. Рынок средств по уходу за волосами огромен, потому что у нас и типов волос очень много, и требования разные, и под каждое наше желание производитель создал определенное средство, средство, которое на самом деле работает. Сейчас наука шагнула настолько далеко вперед, и это действительно настоящее торжество химии над ботаникой. Эти уникальные полимеры, которые используются в профессиональных средствах для волос, они работают быстрее и эффективнее всех натуральных масел, которые можно встретить, например, в тех же аптечных средствах. Можно полутра потратить на то, чтобы добиться объема на волосах, сидеть там, что-то поначесывать, перебрасывать волосы и так далее. А можно просто взять современный полимерный спрей для объема, нанести его на корни, подождать, когда полимеры, они будут обволакивать каждый волосок, и при этом вот так немножко распушаться, и тем самым создавать длительный объем. Ну, то есть, уже настолько все придумали из-за нас, нам остается только правильно сделать выбор. Плавно переходим к самому уходу за волосами. В профессиональных марках я для себя могу выделить однозначного лидера. Это, конечно, испанская марка Кирасас. В основном получается так, что каждое средство, которое бы я не попробовала, в основном меня устраивает. Последним разочарованием, скорее всего, я могу отнести это серию Аура Ботаника. Ну, а здесь тоже двойственное, сейчас попозже еще расскажу о ней. Ну, начнем по порядку. С очищения, конечно же, кожи головы. Кожи головы, а не волос. Ну, вы наверняка знаете, но я на всякий случай вам напомню. Очищаю я кожу головы при помощи сульфатных шампунь. Один из моих самых любимых шампуней это шампунь Киростас Дермакалм. Очень нейтральный, очень мягкий, хорошо промывает волосы. Ну, это вот хорошая рабочая лошадка, которая всегда выручит. Дальше у меня идет шампунь. Лореаль, это питательная серия, тоже периодически им пользуюсь. Несмотря на то, что он заявлен как питательный, он хорошо увлажняет волосы и делает их очень блестящими. Последним моим приобретением был шампунь из серии Эликсир Утим. Питательная серия с маслами. Очень мне нравится шампунь. Я просто в восторге от запаха этой серии. Я вам недавно рассказывала об этом шампуне в видео о покупках. Мне очень нравится, как шампунь промывает волосы. Но, как я уже говорила раньше, я не буду им пользоваться на постоянной основе. Мне кажется, что я излишне перепитаю волосы. Поэтому я чередую с вот этим шампунем. И также нужно мне добить все-таки шампунь из серии Ауработаника. Это мицеллярный шампунь. В новой серии ее рекомендую для натуральных волос. Я прям так повелась на нее. Но, к сожалению, она мне совершенно не понравилась, за исключением роскошного аромата. Дело в том, что вот этот шампунь и кондиционер мне напомнили органические средства по уходу. После использования на волосах появляется вот такой большой одуван сухих соломистых волос. К сожалению, эта серия не для меня, лишь потому, что мне очень нравится ощущение мягкости. Когда у меня были длинные волосы, обязательным этапом ухода был хороший кондиционер. Потому что без него расчесать их, это вообще была задача невозможная, даже при помощи самой крутой и дорогой расчески. Хороший кондиционер был моим всем. Но сейчас, когда у меня волосы короткие, я могу легко обходиться даже без кондиционера, потому что я всегда использую какое-то средство для укладки, именно несмываемое средство. И поэтому в моем арсенале кондиционеров, как вы видите, совершенно немного. Есть у меня из вот этой же серии Ауработаника кондиционер, но он очень легкий, вот очень легкий. И обладательницами длинных волос я его совершенно не рекомендую, не советую. Но я нашла для себя очень интересную вещь, которая может заменить мне кондиционер. Средство для снятия статики с волос, чтобы они не электролизовались. У марки Орбы есть вот такой спрей Foundation Mist для волос. Что это такое? Это кондиционирующий спрей для волос. Он работает так же, как и обычный, ну, более легкий кондиционер смываемый. То есть, а это средство не смываемое. Что я делаю? Я просто наношу этот спрей на чистые влажные волосы, перед тем, как их буду сушить. Очень легкое средство, приятный аромат и отличные кондиционирующие свойства. Мне на самом деле этот формат очень понравился. Я думаю, что и в дальнейшем я буду присматриваться именно вот к таким выпускам в форме спрей.